Привет! Недавно мне пришлось перелистать все свои раскраски, чтобы найти картинку для того, чтобы поучаствовать в марафоне ВКонтакте в группе Coloring. Там сейчас очень интересный марафон. Есть три темы, на которые нужно сделать иллюстрацию. И одновременно эта картинка должна также быть выполнена в определенных цветах по заданной палитре. Поэтому очень стимулирующее задание, помогающее выйти из зоны комфорта. Но, конечно, нам придется попотеть для того, чтобы найти в раскрасках картинку, которая могла бы удовлетворить всем требованиям. Если вы еще не знаете, а в этом марафоне не участвуете, то ссылка на группу будет внизу в инфобоксе. Но я, пролистывая свои раскраски, почему-то остановилась на этой иллюстрации. Хотя раньше я совершенно не планировала ее раскрашивать. Ее не было у меня в планах на этот месяц. Да я скажу больше, у меня ее никогда не было особо в планах. Потому что есть иллюстрации, которые я давно хочу раскрасить. А это панда красивая, конечно. Но я бросила на нее взгляд только сейчас. И сразу же, сразу же решила ее раскрашивать. Мне сразу же вспомнилась фотография, которую я видела недавно. Замечательный туманный такой пейзаж китайский над рекой. И как раз он был выполнен в оттенках сиреневого, фиолетового и розового. Все, как я люблю. И хотелось мне это воплотить в этой раскраске. Подумав, какими материалами я могу сделать фон. Чтобы он хотя бы немного напоминал фотографию, которая меня вдохновила. Я решила, что гуашь будет самым идеальным вариантом. Пастель могла бы помочь мне сделать плавные переходы. Но все-таки у нее недостаточно насыщенный цвет. Акрил я побоялась использовать, потому что он все-таки быстро высыхает. Я еще не очень хорошо с ним работаю. И я боялась, что я не смогу добиться плавных переходов. Такого градиента, как мне хочется. А мой акрил уже высохнет. Тем более, я еще не знаю, как акрил вложится на эту бумагу. А гуашь гораздо более вращающий материал. И тем более, что не самая плотная бумага в этой раскраске. Она хоть и не пропускает акварель. Но если плавный переход хочешь добиться, то есть это нужно работать по-мокрому. Мне не хотелось замачивать страницу с пандой. А гуашь не так требовательна к качеству бумаги. Она точно не протечет. Поэтому все плюсы были именно за то, чтобы использовать этот материал для фона. В каком-то из обучающих видео на ютубе я увидела исключительно полезный для меня, как для новичка совет. О том, чтобы начинать делать фон гуашью. С того, чтобы полностью загрунтовать поверхность белой гуашью. И работать уже по этой подложке. Таким образом, пока белая гуашь у нас еще не высохла. И мы накладываем второй слой краски. Это позволяет гораздо легче смешивать, делать плавные переходы, чем если бы мы сразу же на лист накладывали цветной гуашь. И действительно, мне это очень помогло. Обычно, когда я начинаю гуашью раскрашивать фон, в первый момент мне просто жутко, когда я наляпываю все цвета. Мне кажется, что картинка моя испорчена безвозвратно. Но гуашь все время показывает себя очень прощающим материалом для новичков. Если что-то не получается, всегда можно добавить еще один дополнительный слой. Немного добавив водички, можно сгладить переходы. Поэтому я с каждой иллюстрацией влюбляюсь в этот материал все больше и больше. Поэтому постепенно я успокаивалась, накладывая слой за слоем. Мне все больше нравился результат. И мне кажется, что гуашь это действительно то, что стоит всем попробовать, если вы, так же как и я, каждый раз с боязнью подходите к рисованию фона в ваших книжках. Оттенки гуаши мастер-класс, которые я использовала, будут у вас на экране. Кисточки я использовала синтетические. Вначале плоские для того, чтобы проработать весь фон, а потом круглые, чтобы доработать фон вокруг объектов. Саму иллюстрацию я планировала раскрашивать карандашами Derven Color Soft. Во-первых, потому что я о них как-то подзабыла и что же они лежат. А во-вторых, потому что меня об этом просили зрители побольше работать колорсофтами. Но я столкнулась с некоторыми сложностями. Во-первых, разбаловавшись оттенками призм, мне было сложно выбрать сразу же те карандаши из палитры Color Soft, которые мне понадобятся. У меня нет для них выкраски и оказалось, что за те пару месяцев, которые я ими не использовала, я забыла, какие оттенки хорошо сочетаются между собой. Так что мне пришлось чуть ли не с нуля делать выкраску и подбирать пары цветов. Кроме этого, не всегда хорошо колорсофты ложились на бумагу здесь. И может быть я работала ими как призмами слишком быстро и с слишком сильным наживом. Так что они очень быстро замыливались, появлялся восковой блеск и почему-то они не давали достаточно и желаемой мною яркости на этой бумаге. Так что немного помучившись с колорсофтами, вы это увидите дальше в видео. Затем последний слой я подкрашивала карандашами Кахинор Монделуз. И вот они позволили мне добиться желаемого. Не знаю, скорее всего остаток этой иллюстрации я буду докрашивать другими карандашами, точно не тервентами. Вообще удивительно то, как быстро привыкаешь как-то к одному набору карандашей. Я в призмах совершенно уже могу не смотреть на выкраску. Я помню, например, даже все серые, как они хорошо сочетаются. А здесь мне пришлось вспоминать, например, дауф грей, это теплый или холодный серый. И уже это немного расхолаживает для того, чтобы использовать этот набор карандашей. Есть, конечно, книги, в которых колорсофты ложатся на бумагу и наслаиваются даже лучше, чем призмы. Так что, думаю, я отложу этот набор для тех моментов, когда буду раскрашивать именно эти книги. К примеру, мою Мистериос Лайбрери или те же самые английские издания Ханны Карлсон. И не буду экспериментировать ими дальше, а на этом развороте. По поводу панды я еще не решила, буду ли я делать его призмами или же, возможно, возьму деревян дроинг. Вот дроинги точно хорошо ложатся в этой раскраске. Я уже пару иллюстраций ими раскрашивала. Разворот тут, конечно, очень детализированный. Очень много интересных объектов. Но вместе с этим это добавляет трудностей, поскольку нужно все-таки добиться более-менее гармоничной цветовой гаммы, чтобы все-таки мы концентрировались на панде, чтобы все хоть и разношерстные небольшие объектики, но были прокрашены так, чтобы не возникало какого-то совсем уже цветового безвкусия на развороте. Поэтому я решила, что я закрашиваю фон, затем смотрю на оставшуюся мешанину объектов и закрашиваю то, что тоже можно с натяжкой отнести к фону. Например, здесь это горы, а потом такие абстрактные то ли тучки, то ли просто такие загогулинки, которые здесь присутствуют на фоне. Но если у вас есть эта книжка, то вы знаете, о чем я говорю, о каких объектах. Я закрашу горы и вот эти вот составляющие фона, и потом мне будет понятно, в какой цветовой гамме я буду дорабатывать различных драконов, пагоды, животных, которые здесь также присутствуют. Все-таки мне хочется добиться цветовой гармонии на этой странице и более-менее ограниченной цветовой гаммы. Посмотрим, как у меня это получится. А поговорить я с вами хотела вот на какую тему. Когда я перелистывала свои раскраски, я заметила такую интересную вещь. Во многих книгах у меня не раскрашены иллюстрации, которые мне кажутся самыми красивыми в книжках. Вроде как, наоборот, должно быть то, что самое красивое. Это как раз та причина, почему ты эту книгу приобретаешь. И его бы надо раскрашивать в первую очередь, потому что тут и вдохновение, и ты не бросишь эту картинку, и поскорее раскрасишь, и будешь рад результату. Но наоборот, присутствует какая-то робость, что испортишь эту иллюстрацию. И так раз за разом самые красивые картинки так и лежат нетронутые. Потому что понятно, что появляются новые книги, в них повторяется та же ситуация. И вот мне стало немного обидно за те картинки, которые привлекли мое внимание в книгах с самого начала, которые мне нравятся. Но максимум я наблюдаю за тем, как их раскрашивают другие люди, любуюсь картинками в инстаграме, в фейсбуке. И все думаю, а когда же я приступлю уже к этим иллюстрациям, я уже так насмотрелась на различные варианты, что смогу ли я придумать какой-то вариант собственный для моих любимых картинок. И я дала себе обещание, что я буду стараться все же не откладывать в долгий ящик и раскрашивать картинки, которые мне нравятся больше всего. И я не буду бояться. Обычно я не начинаю раскрашивать книгу с иллюстрацией, ну, как я уже сказала, которая мне нравится больше всего, и не с самой неудавшейся в книге. Я всегда начинаю с середнячка, чтобы как-то приспособиться к стилю автора, чтобы почувствовать материалы на этой бумаге. Но вот после первой такой тестовой странички я твердо дала себе обещание, что я буду стараться делать мои самые любимые картинки. И таким образом, пусть у меня книги совсем немного будут заполнены готовыми работами, но, по крайней мере, моими самыми любимыми. И мне хотелось узнать, а как обстоит дело у вас? Как ваши книжки вы начинаете раскрашивать в самых любимых иллюстраций? Или у вас, как у меня, присутствует все еще некая робость, что можно испортить их? В конце концов, это совсем не трагедия, но в крайнем случае можно купить себе еще один экземпляр книги. И мне уже становится гораздо более обидно за то, что иллюстрации у меня не тронуты, и я не смогла себя реализовать с их помощью. Чем мой страх перед тем, что они у меня не получатся, не выйдут так, как я их задумывала. Буду я с вами прощаться. Надеюсь, вы досмотрите видео до конца. И вам понравится фон, который мне удалось сделать с помощью гуаши и карандашей. И увидимся с вами в следующей части. Будем раскрашивать панту. А также надеюсь, что вы зайдете в группу колоринг и посмотрите, насколько интересны у нас там марафоны. Всем спасибо за внимание. И буду ждать ваших ответов касательно того, как вы относитесь к вашим любимым картинкам. Боитесь ли их раскрашивать? Все. Пока. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok